У нас немного распогодилось, и мы продолжаем серию репортажей в фестивале «Сады и люди» 2024 в Сокольниках. И сегодня я хочу рассказать, показать вам сад, который взял гран-при фестиваля, сад ландшафтного архитектора Марии Принц. Это, как всегда, очень интересная, глубокая философия и безупречное исполнение. Итак, Мария согласилась рассказать нам с вами про свой сад. На самом деле здесь проходят экскурсии, и очень часто сама Мария ведет эти экскурсии. И, конечно, это очень интересно послушать, но я думаю, что не все смогут доехать до фестиваля, поэтому специально для вас Мария рассказывает о своем детище. Сад основан на сюжете кинофильма «Прекрасная зеленая». Это такая старая французская кинолента, которая рассказывает о пропаганде добра. Собственно, о тех ценностях, которые мы утратили. И поэтому я как-то задумывалась о том, вот, например, жизнь-то сложная. И если в наши дни, ну и собрал бы снова ковчег, то кого бы он туда принял? Ну, собственно, сад посвящен растениям. И хотелось уделить какое-то место именно им, потому что в иерархии они стоят на низшей ступени. А, собственно, они же первые появились на Земле. Поэтому в первую очередь ковчег был создан для растений. Ну и, конечно же, мы гуманные люди. Мы просто хотим собрать все доброе, хорошее, добрых людей. И поэтому приглашаем туда поселиться всем, кто хочет спастись. Ну, это такая сферическая история. То есть сад работает со всех точек, потому что круговой обзор должен быть. В центре расположена сухопутная часть ковчега, на которой, собственно, можно расположиться. Там такая зона отдыха, можно так назвать. Комнатка внутренняя. Ну и внутренняя водная часть, на которую падают желуди. То ли этот ковчег разрушен, то ли этот ковчег только что нашли. То есть как бы как угодно можно фантазировать, конечно. Ну, самое главное, такой вопрос, который звучит здесь, в этой сказке. Именно, чтобы Ной погрузил сегодня в ковчег. То есть как бы нам хочется говорить о тех ценностях, которые нам очень важны. Мария, у меня есть такие вопросы вот по внутренней вот этой структуре. Да, вот там стоит нечто вот на сухопутной вот этой части. Кто-то говорит, что это саркофаг. Кто-то говорит, что это для декланирования. Какая вообще на самом деле была задумка вот этой вот части? Ну, мне хотелось такую матрицу сделать, вот, где люди могли бы просто присесть и подумать. Просто, то есть как бы, ну, банально это стул, да, но, конечно, это никакой стул. Это массив дуба, который имеет какую-то определенную энергетику, возможно. Вот, то есть как бы нужно место уединения. То есть во всем вот об этом, о том, что мы тут сделали, такой некий сакральный, конечно, смысл. Вот, поэтому вне погружения в нечто изобрести бы было это просто невозможно. Вот, то есть как бы должна быть всегда центральная фигура. То, к чему мы приходим, стремимся. Это вот, собственно, и есть вот эта вот форма. Вот, она такая анатомическая. Она главная здесь. И когда на нее садишься, в нее, на нее, как правильно, можно видеть Луну. Это инсценировка, которая родилась здесь просто на месте. Потому что по плану у меня, по генеральному, фигура человека, ну, собственно, след человека должен находиться сбоку, на борту, вот, ну, во внутренней части. Но когда сад сформировался, и, собственно, фигура уже вышла из рук скульптора, тогда уже было как-то однозначно принято решение, что вот есть нос, есть определенная форма, и она центрально должна быть. Ну, и Луна тоже должна была находиться ровно над садом. Но я понимала, что это определенная крыша, что это определенное ограничение по высоте. Поэтому дуб стал просто, вот, он решил здесь все. Там была плоскость, мы аккуратненько там закрепили ее, она легкая. Вот, и, собственно, когда мы погрушаемся в это тело, в этот след, мы видим Луну, да. Я наблюдаю за вашим творчеством не первый год и являюсь поклонницей Марии. Мне всегда интересно, как вообще вот рождаются такие идеи. Это же вот не первый сад, который имеет такой глубокий философский смысл. И вот это, мало того, что это идеальное исполнение, вот это такой вот подтекст всегда, и всегда заставляет думать. Как это можно? Не могу я, наверное, однозначно сказать, вот, потому что, там, я наблюдала, как за мной со стороны, то есть, как вы какие-то комментаторы говорят. Ну, вы понимаете, с отсознанным по мотивам, там, или потому что, там, прочитанные книги какие-то. Ну, не могу сказать. Это когда какие-то такие, не знаю, там, сон, не сон, еще что-то. Заление. Ну, в данном случае был просто вопрос, да, вот, про Ковчег, действительно, он как-то во мне прозвучал. Вот, был действительно реально просмотренный многократный фильм. Там, когда-то наша тусовка погрузила в эту киноленту, это как-то очень задело, в общем-то, тронуло. Есть тем, которые волнуют, там, просто, как флэшбеки с детства, да, которые волнуют и никак не отпускают. Пока ты ее, там, не пережуешь, как следует, именно в образе сада, никак не можешь успокоиться. Вот, поэтому... Закрытый, как это называется, гештальт? Гештальт, да, надо закрыть гештальт. Не можешь говорить, ты, говорит, уже все, говорит, закрыла, или еще есть какие-то... Открытые вопросы. Соображения. Ну, конечно, есть у всех эти вопросы. Вот, просто, у меня другого способа соображения просто нет. Я не знаю, как по-другому рассказывать. Я, в общем-то, рассказывать особо не умею. Я могу сделать, а потом уже пусть каждый домысливает. Ну, правда, это сложно, это все защищать и иметь за этим ответ. Вот. Главное, что образ должен читаться. Как бы он должен читаться без текста. Вот, это, наверное, может быть, это даже. Еще у меня такой чисто утилитарный вопрос, да. Все, кто вот имеем отношение к садам, как-то учимся, да, и много рекомендаций, потому что не стремитесь вы к многообразию растений в своем саду. Не делайте из этого потуги какую-то кашу, да. Понятно, что хочется и то, и то, и то. Вот, что вы посоветуете начинающему, вот, как вы сама выразиться, с небольшим количеством растений? Ну, это все-таки какой-то определенный вкус, во-первых, вот. То есть, как бы, есть, ну, этому научиться сложно, но возможно. Научиться вообще можно чему угодно. То есть, как бы, как правильно говорят, осмотренность, естественно, никак по-другому. Надо посещать такие выставки, на такие мероприятия ходить, постоянно учиться. Мы же тоже постоянно учимся. Мы тоже постоянно слушаем всех, всех подряд. И главное, что это все время все вылетает из головы. Это такой, это, ну, постоянный процесс такой. Вот, ну, как бы, это воспитание вкуса. Вкус можно воспитать все-таки, вот, мне так кажется. Потом очень сложно сделать просто. Это просто кошмар, как тяжело. И у меня у самой такой есть, это, как бы, вовремя остановиться. Особенно, если рисуешь, вовремя остановиться. Мне кажется, что ты все время что-то такое там еще. Нет предела совершенства. Да, да, да. Очень классно. Как-то так. А здесь определялся выбор растений, а не то, что это водное, да? Ну, я обратилась изначально к Денису Даташеву за помощью. Потому что мне просто, во-первых, мне было дико интересно с ним поработать. Вот. Потому что мне, я понимала, как сделаю я. Это я понимала. Но мне было интересно, как другой человек, профессионал такой гениальный, может, как бы, своими глазами посмотреть на эту историю. Вот. И мне, на самом деле, Денис мне сразу одобрил идею. То есть, как бы, она ему понравилась. Это его зацепило. Для меня это было таким, открытой дверью такой. Ну, вот, слава богу, как вы приняли. Здорово. А потом он долго молчал, задумался. Вот. Он говорит, Маша, мне, говорит, надо осмыслить, потому что идея не банальная. Я не хочу, говорит, туда банальные вещи предлагать. Вот. И, собственно, тут вот процентов 30 его растений, существующих, это из его питомника, собственно, растения, и это его идея. Насколько мы смогли это реализовать в краткие сроки, потому что не все было в питомниках. Мне пришлось, конечно, менять и импровизировать. Но главные герои здесь, вот, его проектные растения. Поэтому... Вот про растения. Спасибо за ответы. Про растения. Когда мы на экскурсии были, когда вы проводили экскурсии, вы рассказывали о том, что растения общаются, растения, как-то у них есть разум, вот это вот уже исследование проводится. Вот это очень интересный момент. Ну, об этом много литературы, на самом деле, о чем думают растения, жизнь растений. Это можно еще и Дарвин об этом писал, достаточно много посвятил работу. Но просто мне кажется, это как-то должно быть в воспитании человека заложено. То есть вот как бы самого предмета природовидения крайне мало. Вот. И когда мы как-то были в Осетии, там рассказывал гид о том, что он говорит, вот мы ехали там мимо какой-то горной местности. Он говорит, а он там, вот за этой горой моя школа. Он говорит, не в чусе, я прямо в горах, что ли? Да, вы прямо в горах школы. Говорит, у нас некоторые предметы были вот на природе. Вот. Я прекрасно понимаю, что это совсем другое воспитание, совсем другое восприятие отношения к природе в том числе. Вот. И у нас как-то это утрачено, неправильное распределение энергии. Просто взрослые не знают элементарной породы. Неправильно. Вот. То есть это говорит об уважении, о воспитании человека. Вот. Это во-первых. А во-вторых, я действительно к ним отношусь очень серьезно. Я просто прекрасно понимаю, что они общаются. Просто единственный не недостаток, а просто отсутствие дара, это дара речи. И все. Ну, как бы, они общаются другим языком. Поэтому я это, как бы... Ну, это же вот такие известные, да, истории о том, что когда, там, подходишь к яблоне, там, с топором, да, там, ты не будешь полдоносить, она сразу такая раз, все яблони покрывает. Ну, да. Ну, то есть, как бы, да не могут они, они столько всего видели. Господи, там, этому дубу 150 лет, если не больше. Вот. Ну, как, может быть, без этого, без чувств, без разума? Не может такого быть. Вот. Я верю в Гарри Поттера. В это все. Ну, да. Вот. Может, это наивно, ну и что? Ну и пофигу. То есть, как бы, мне нравится эта пропаганда, я ее буду нести. Это жизнь, мне кажется? Это наполнять ее какими-то сказками, да, которые мы сами создаем? Конечно. Это можно с ума сойти, если вообще, вот, как бы, быть таким сухим материалистом. Да, да. Как бы, как можно жить без веры, без таких идей? В общем-то, наверное, это мы и делаем для того, чтобы не сойти с ума. Просто. Да, это еще одно такое философское тело садовое, да, что все, что вот сейчас вокруг у нас происходит, а это наше убежище. Да, конечно. Мы можем быть и причиной, можем быть, что-то делать по-своему, отвлечься от всего, полностью забыться. Это, конечно, здорово. Мы счастливые люди. Да, я тоже так считаю. То есть, как бы, сидеть в офисе, как это можно так работать? Ну, иногда надо его... Ну, приходится наше делать, но вот у меня не получается. Да, никогда. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за вопросы. Очень душевно. Очень здорово. Посещайте мероприятия, потому что вот уже у нас приобщился. Это наш посетитель. Дима, да, он уже хочет работать в этой сфере, в детском направлении, да, Дим? Да. Да, молодец. Так что здорово, здорово. Посещайте мероприятия, слушайте людей, которые создают такие сады. Здесь проходят экскурсии. Мария, кстати, очень часто выступает экскурсоводом. Очень интересно слушать. Выращивайте сады, будьте счастливы. Спасибо большое. Счастливо. Ну что ж, я не устояла перед искушением погрузиться в матрицу и отсоединиться от системы хотя бы на время. Отсоединилась. Всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok